Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео про анальный зуд. Обо всех причинах и способах лечения я расскажу. Что ж, следствие анального зуда это расчесы, воспаление, инфекции. Часто анальный зуд не имеет, видимо, причины, как говорят врачи, называя такой зуд идиопатическим. Но ведь причина всегда есть, и надо ее просто найти. Найти значит решить эту проблему, найти первопричину и не допустить более серьезную проблему и развитие имеющихся. Зуд бывает невыносимый, долгий, а расчесывания вредны. Итак, зуд это следствие определенных проблем, причин. А причинами зуда могут быть не только геморрой с вещей проктит, но и причины иного рода и более распространенные причины. Итак, сейчас по порядку я расскажу от самых распространенных к менее распространенным. Первая причина, самая распространенная и малопонимаемая людьми и даже некоторыми врачами, это паразиты, то есть глисты, да те же острицы. Они бывают не только у детей, но и у взрослых. Кстати, если слюни ночью у вас стекут из угла рта, на подушку скажем, то у вас есть точно паразиты и почти на 100% именно острицы. Я подробно пояснял это в своем главном старом видео по паразитам, про жизненный цикл остриц в том числе. Что они вылезают из анального прохода, чтобы отложить яйца на пижаму, простыни, другие предметы для продолжения своего рода. Каждому человеку два раза в год нужно проходить антипаразитарную программу по этой причине и вообще, потому что паразитов много видов. Есть они у всех, вопрос только где, какие виды, в каких местах дислоцируются в организме, но все они вредны и причиняют организму ущерб. На лучшую комплексную программу ссылку я дам в описании под этим видео. Вторая причина по распространенности это грибок кандида, который активизируется на фоне ослабления иммунной системы. Ну и конечно другие грибки и паразиты тоже могут быть причинами анального зуда. Потому после прохождения антипаразитарной месячной программы я рекомендую в таком случае, тем более если вы знаете за собой наличие тех или иных грибковых поражений, пройти антигрибковую комплексную программу широкого спектра. И посмотрите мои видео о грибках, в том числе о грибках, которые вызывают кожные проблемы. Третья причина по распространенности это геморрой. Но эта проблема очевидная и здесь я хочу вас направить на просмотр моего видео о геморрое, где я досконально все объяснил, в том числе как лечить безопасными методами надежно геморрой. На четвертое место я поставлю возможные иные причины. Самая распространенная из иных причин это сахарный диабет, причем как правило это второго типа. А шире говоря инсулинорезистентность. Потом идут гастроэнтерологические проблемы, такие как няк, то есть неспецифический язвенный колит, это аутоиммунное заболевание, или другая аутоиммунная болезнь крона, дополнительно усугубляют состояние антибиотики. Иные причины это анальные трещины, псориаз, экзема, рак прямой кишки и толстого кишечника, лейкозы, всевозможные аутоиммунные заболевания. Пятая причина, вернее группа причин, это эндокринологические проблемы. Как правило это проблемы с щитовидной железой. Ешьте обязательно фокус и посмотрите про него мое вот это видео. Ну а шестая причина это расстройство нервной системы, различные депрессии, стрессы. И к тому же стрессы усиливают любые иные причины. Ну и конечно же надо провериться на предмет тех или иных проблем, тем более если вы о них знаете. И конечно устранив самые распространенные и возможные. Сейчас я дам очень важные советы, а потом общие сведения еще некоторые дам. Да, совсем немного рекламы про мои видео. Смотрите мои видео, не ленитесь. Практически на любую проблему со здоровьем у меня на канале есть видео. А значит есть пути решения той или иной проблемы. Можете просто набрать фролов гипертония, фролов поджелудочная железа, фролов лимфатическая система, фролов грибки или фролов паразиты и так далее. И скорее всего вы найдете интересующую вас тему. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Покраснение и воспаление в анальном отверстии снимаются кокосовым маслом. Оно очень помогает лечить слизистые, является природным антисептиком. Но только натуральное кокосовое масло без химии обязательно био. Ссылку на лучшие из них я дам также под этим видео. Конечно, бывает и такое, что врачи, даже опытные проктологи, не могут увидеть или понять причину. Часто они отсылают к неврологу, тот к другим специалистам, пересылают пациента друг к другу. Люди проходят обследование, как правило, ничего не находят. И тогда применяют мази, вплоть до гормональных. Это, конечно, не дело. Так неправильно. Ищите причину сами. Теперь вы знаете многие из них. И можете, даже наводящими вопросами, помочь специалисту для выявления точных причин. Очень важна гигиена. Ну, я не буду говорить о банальных. Лишь скажу, что тот же биде для подмывания это очень важно. Но без химического мыла, а лучше чистой водой и дальнейшие гигиенические процедуры с руками уже. Там мыло лучше дегтярное. Я имею ввиду мыть руки, разумеется, дегтярным мылом. Это натуральный антисептик, безопасный и даже полезный. Если какие-то язвочки уже, из язвления, слизистые, применяйте присыпки, но только детские. А можно наш зубной порошок, состоящий из измельченных центральных волокон стеблей льна. Обязательно применяйте свечи веселка. А вообще о комплексном подходе к лечению высшими баздиальными грибами, то есть речь идет о науке фунготерапии, я скажу чуть далее. Конечно же, не носить никакой синтетики. Никаких трусов, кроме семейных. По крайней мере ночью. А лучше пижамы. Туалетная бумага не должна быть цветная, с запахами, она должна быть без химии. Питание должно быть здоровое, никакого, разумеется, алкоголя, орехов. По крайней мере тех, которые люди по ошибке называют орехами, а на самом деле это бобовые. Арахис, кишью и тому подобное. Не нужно есть цитрусовые, кроме лимона. Уберите острые специи. Уберите обязательно все сладкое. Мясо надо исключить, молочку. И обязательно лектины, то есть томаты и другие посленовые. Кто-то из вас, особенно новые зрители, скажут в протесте, что же тогда есть. Все это, мол, ерунда. Конечно, это не ерунда. И, разумеется, я снял уже видео, которое называется «А что же тогда есть?», просмотрев которое, вы поймете, что есть на самом деле можно и должно очень-очень многое. Обязательно введите в дополнительный рацион питания проростки брокколи. Брокколи, посмотрите это мое видео, соответственно. Введите хлореллу, спирулину. Обязательно фукус в гелеобразной форме натив. Вот этот. Если у вас дисбактериоз, а это провоцирующий фактор к анальному зуду, пропейте курс бактерий Эвита. Ссылка будет в описании. Старайтесь подсушить анальную зону после гигиенических процедур. Можно пользоваться присыпками, как я уже говорил. Постарайтесь избегать расчесывания анальной зоны. Прополис спиртовой очень поможет, очень хорошо и высушивает, и обладает дезинфицирующими природными свойствами. Итак, высушивание пораженной зоны необходимо. В дальнейшем кокосовым маслом можно убрать остаточные эффекты зуда, притупить. Тут нужно экспериментировать. Одному человеку поможет одна комбинация, другому другая. Или применение тех или иных веществ, о которых я только что сказал. Вообще, врачи делят анальный зуд на две группы. Первичный и вторичный. Первичный не связан с каким-либо заболеванием, является вроде бы обособленным. Хотя на самом деле всегда есть зависимость. А вторичный зуд является симптомом какого-то заболевания, о которых я уже вам рассказал. Очень полезное орошение геморроидального узла или трещин серебряной водой. Можно делать с ней микроклизмы, прямо с неразведенной серебряной водой, с концентратом, вот с этой. Это очень хорошо делать, особенно перед применением свечей. Ну а свечи, конечно же, веселка и свечи шитаки. Лучше всего их чередовать по одной свече один раз в два дня. Это делается на ночь, ректально. Также анальное отверстие или, если есть выступающие узлы, можно смазывать кремом веселка. Для кого-то он поможет лучше, чем кокосовое масло. Общий курс не менее месяца. Даже если у вас уже прошел анальный зуд через неделю, проведите курс полный, месячный. Итак, все прочие рекомендации будут даны мною под этим видео по ссылкам. Они и даются всегда для удобства нахождения того, что заинтересовало того или иного человека в лекции, в которой говорилось о этих средствах. Ну а на этом, пожалуй, все. Жду ваши комментарии под этим видео. Делитесь с другими людьми этим видео. Ссылочку перекидывайте. С рекомендацией обязательно посмотреть вот это мое видео и другое. Помогите мне в распространении моих видео. И тем самым вы поможете и себе, и вашим близким. Это взаимная выгода наша с вами. В глобальном плане, в плане оздоровления населения. И чтобы у наших детей и внуков было будущее. Имеется в виду светлое будущее. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.